Минувшие выходные славянцы отпраздновали День города и района. В этом году Славянск на Кубани отметил 156 лет со дня основания станицы Славянской. Славянскому району исполнилось 97 лет. Празднование началось с торжественного мероприятия, на котором были отмечены жители, внесшие большой вклад в развитие муниципалитета. Торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня города и района, состоялось в городском Доме культуры. В зале собрались представители разных профессий и разных поколений славянцев со всех поселений района, почетные жители, а также ветераны Великой Отечественной войны, которых зал приветствовал стоя. Глава Славянского района Роман Синеговский поздравил присутствующих с праздником, отметив, что славянцы искренне любят свою малую родину, гордятся ее историей и трудовыми успехами земляков. Выразил благодарность всем, кто связал свою судьбу с судьбой Славянского района, труженикам всех отраслей. Я хочу сказать спасибо всем землякам за то, что и сегодня Славянский район процветает, он движется вперед благодаря вашему труду, благодаря труду ветерана Великой Отечественной войны, благодаря труду руководителей предприятий, экономики, социальной сферы. Всем жителям у нас сегодня есть чем гордиться. У нас есть хорошие показатели и в сельском хозяйстве, и в промышленности, и в спорте. Развиваются буквально все отрасли благодаря всем вам. Почетными гостями праздника стали депутаты Законодательного собрания Краснодарского края Жанна Беловол и Виктор Чернявский. В рамках дня муниципального образования Славянский район Законодательного собрания края администрации района. В целом нашему району была дана высокая оценка за ту уверенную поступку в плане развития, социально-клинического развития города и района. Те достижения, те свершения, конечно, которые происходят в районе, не позволяют говорить, что сегодня наш район входит уверенно в число лучших, динамично развивающих муниципальных образований. Спасибо вам, низкий поклон, только вместе, только вперед. С праздником! Славянцев с днем рождения их малой родины также поздравил председатель районного совета Григорий Литовко. Я до министовета муниципального образования Славянский район хочу горячо и сердечно поздравить вас, с 97-й годовщиной образования нашего родного Славянского района и 156-й годовщиной образования станицы Славянской, а далее города Славянска на Кубани. Низкий поклон всем поколениям, кто делал над городом и районом, процветающим и экономическим разным. Крепкого вам здоровья, успехов, мира, добра, ну и, конечно же, городу и району дальнейшего процветания. За большой личный вклад в социально-экономическое развитие Краснодарского края, развитие местного самоуправления, благодарность у губернатора были награждены трое жителей нашего района. Это начальники общего отдела администрации целинного сельского поселения Галина Придачина, анастасийского поселения Лариса Добраконова и рисового поселения Наталья Качканян. Мы работаем для наших жителей на благо нашего поселка, города Славянска на Кубани, всего Славянского района. Когда людям хорошо живется, когда они живут в благоустроенном, красивом, с хорошими условиями городе, поселке, тогда это заметно, люди благодарят, и благодарность, ну это как подтверждение, что мы на правильном пути и выполняем все для того, чтобы наши жители жили хорошо и счастливо, и были здоровы. Вот уже третий год подряд на торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня города и района, жителям муниципалитета присуждается особая медаль за вклад в развитие Славянского района. В этом году такой медалью были удостоены пять славянцев, среди которых председатель сельскохозяйственного производственного кооператива рыболовецкого колхоза Шапариевский Евгений Курячий. Биография себя началась в Славянском районе. Как говорится, там, где родился, там и пригодился, я прожил всю жизнь в Славянском районе и проработал всю жизнь тоже в Славянском районе. Для меня это дорогая медаль, но эту медаль я разделяю со своим коллективом, который прошел со мной всю мою трудовую биографию. Пережили мы 90-е, трудные 90-е годы, пережили мы пандемию. Медаль за вклад в развитие Славянского района была также вручена старшему тренеру по РЭКБИ спортивной школы имени Симоненко Елене Азбукиной. Елена Евгеньевна в наш город переехала в 2014 году из Ленинградской области. О принятом тогда решении ни разу не пожалела. Здесь она обрела свой второй дом. Я приехала в Славянский район и очень благодарна Кубани и району, что, ну будем так говорить, меня приняли в свою семью дружную. Для меня, как для специалиста в области спорта, конечно, я восхищаюсь той материальной базой, технической, которая на сегодняшний день существует в районе. Честно говоря, ну в силу своей работы я бываю во многих регионах страны. И такой заботы и внимания к подрастающему поколению для меня в плане спорта я давно уже нигде не видела. И я очень благодарна администрации за то, что оценили мою работу. Хотя, честно говоря, я не считаю, что я что-то великое совершаю, я просто работаю. Как и многие люди в районе и в стране у нас просто работают и стараются делать честно свое дело. Я думаю, эту медаль заслуживают многие жители Славянского района. Все, чем богата наша малая родина, все, чего добился муниципалитет, это заслуга прежде всего самих славянцев. Каждый из нас по мере своих сил вносит свой вклад в развитие района. Но есть и самые достойные, кто заслужил особые слова благодарности. В этом году трём нашим землякам было присвоено звание «Почётный гражданин муниципального образования Славянский район». Среди награжденных ветеран Великой Отечественной войны Григорий Сосоевич Сердюк, врач-анестезиолог-реаниматолог Вячеслав Зверев и директор лицея номер один Любовь Белик. Я очень признательна за то высокое звание, которое мне сегодня удостойно. Но я хочу сказать, что когда награждается директор школы этим званием, то это по сути награждается не только он, а и все те коллеги, которые стоят за ним. Я думаю, что это, наверное, ещё и признание труда моих коллег, моих учителей, что это, наверное, признание тех достижений моих учеников и всего-то огромного коллектива, который называется лицея номер один. Потому что вот у этой награды только моей персоной не может быть. Это мы все, лицея номер один. Во время праздничного мероприятия городских работников предприятий и учреждений также всех жителей поздравил глава Славянска на Кубани Александр Берсенёв, поблагодаривший земляков за созидательный труд. Победителям конкурса «Лучший орган территориального общественного самоуправления» в 2020 году Яне Стриги и Татьяне Фертиковой, глава города, вручил благодарственные письма и памятные подарки. В номинации «Честь, заслуженная трудом» были награждены инженер 15-го пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы Георгий Кузьмич, специалист предприятия «Славянск-эко» Станислав Харьковский, слесарь теплокомплекса Александр Яиков, начальник отдела Славянского ДРСУ Алексей Сатин, слесарь Кубань-Водоканала Анатолий Конов. Награждение завершилось концертной программой, подготовленной артистами городского Дома культуры. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».